Приветствую вас дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Итак, мои хорошие, возвратилась я к процессу платья под названием «Мечта» и хочу напомнить вам, что спонсором этого проекта является замечательный магазин для рукоделия «Бобин». И тороплюсь сообщить вам такую очень приятную новость. Магазин «Бобин» для моих подписчиков делает 10% скидку с промокодом «Ситникова» до 31 декабря. Напомню, что в этом магазине пряжа в основном продается упаковками, поэтому обращайте на это внимание. А то мне писали как-то комментарий, ой, посмотрела, зашла, посмотрела на пряжу, тысяча с чем-то рублей, не дороговато ли за 100 грамм? Мои хорошие, внизу смотрите внимательно информацию, там есть приписка, что это за упаковку. Упаковки бывают разными, и вес пряжи бывает разный. То есть, либо 5500 грамм в упаковке, либо килограмм в упаковке. В общем, смотрите внимательно. Бывают моточки по 25 грамм, и там другие упаковки. Так что, мои хорошие, вот такая приятная новость. Экономьте ваши денежки, делая заказы в интернет-магазине Бобин. Не забывайте про 10% скидку до нового года с промокодом «Ситникова». Итак, сегодня я расскажу об этом процессе. Специально разложила вот эту громадину на кровати. Добро пожаловать ко мне домой. У нас вот такая идиллия. Посмотрите. Итак, возвращаемся к платью. Положила, чтобы вы увидели, что это платье для начинающих. Начинающие вязальщицы. Это очень эффектная и очень простая модель. Я специально сняла, вот снимаю это видео, пока не сшиваю швы. Чтобы вы видели, здесь простые прямоугольники. Закрывала петли я методом с двух спиц для плеча. Здесь все прямо. Как закрывать петли методом с двух спиц, есть на моем канале, да и во всем ютубе этой информации полно. Ссылку, конечно, я оставлю. Это мы делали в платье золотое. И, по-моему, в джемпере теплый снег. Итак, значит, платье отстирано, отглажено, отпарено. И в длину составляет 107 сантиметров. Ширина, по-моему, 60 или 62. Ну, поскольку здесь резиночка, оно очень хорошо вот так немножко тянется. Итак, мои хорошие, что хочу сказать по этой модели. Как вы видите, я изменила просто до минимума. Изменила сложность вязания. Превратила ее в нулевую. Убрала вырез, который в источнике. Кстати, ссылку на источник по этому платью я тоже оставлю. Здесь был вырез, но я его убрала, потому что думаю, что у меня все-таки получится не платье, а такое, скажем, платье без рукавов. Удлиненный жилет, попросту говоря. И вот, чтобы это красиво можно было носить, я сделала вот этот очень простой вырез горловины. Просто по прямой закрыла петли вот по линии плеча. Все. Что я сделала вот здесь, так это, когда закончился вот у меня элемент, узор косы, вот это расстояние я провязала спицами меньшего размера. Платье все вязалось, ну, практически все. Посмотрите, там первое видео, вначале там менялись спицы, а вообще практически все полотно вязалось спицами 4,5 миллиметра. И вот здесь вот это расстояние я провязала спицами 3,75, чтобы моя резиночка вот здесь очень хорошо, ну, как бы уплотнилась и хорошо держала форму. И я сейчас сошью боковые швы, и вы посмотрите, как оно сидит на мне. Мне очень-очень нравится. Может быть, потому что оно длинное и удлиняет фигуру, но мне кажется, оно меня совсем не полнит. Так, теперь отвечаю сразу на вопрос, почему не стали вязать на... Нет, был такой вопрос, а можно ли это платье вязать по кругу? Да, конечно же, можно, мои хорошие. Все можно. Но я, во-первых, не захотела вот этого объема, который сразу нужно набрать на круговые спицы. Мне захотелось как-то легкости, что ли. И еще был двойной смысл. Это же платье можно сделать с разрезами снизу. Я это делать не буду, поскольку хочу все-таки теплое платье. Вот эта лишняя вентиляция мне здесь не нужна. А вообще разрезы модные сейчас, очень высокие размеры, разрезы чуть ли не до линии талии с одной и с другой стороны. Вот, пожалуйста, можно сделать при таком раскладе, если вязать не на круговых спицах. Это возможно. Если на круговых, конечно же, вы это не сделаете. И потом, мои хорошие, я же все забегаю наперед. Когда это платье, так скажем, примет непрезентабельный вид, Я просто распущу вот здесь вот этот плечевой шов, распущу боковые швы, сошью эти два полотна, и у меня получится уютненький плед. Размером получается что-то метр двадцать на сто семь. По-моему, очень хорошая идея. Поэтому, прежде чем вязать на круговых спицах, я тоже люблю модели без швов. Но вот такая небольшая идейка, что можно трансформировать потом это платье. Итак, что я буду делать дальше? Сейчас сошью крючком боковые швы. Как это делать, я уже показывала в джемпере Мираж. Так что, посмотрите, кто не знает. Потому что, для некоторых, это новая информация, что можно сшивать крючком. Не иглой, а крючком. Получается, как машинный шов. Если найду, ссылку оставлю на этот ролик. А вообще, это в плейлисте джемпер Мираж. И вот Мираж подсказал мне одну идею. Поскольку у меня ниточек 100%, я думаю, не хватит на 2 рукава. У меня вот здесь осталось, это кенгуру Ву, 80 грамм. На 2 рукава, даже если я добавлю ниточку шелкового блеска. Мне из шелкового блеска, кстати, осталось 150 грамм. Там еще один клубочек у меня лежит. Вот. Мне все равно не хватит. Мои хорошие, смотрите, что я буду делать. Я сейчас свяжу вот этот элемент косу и пришью, когда у меня будут сшиты боковые швы, пришью вот здесь. То есть у меня удлинится вот эта вот часть и будет такое платье без рукавов с украшением. Вот здесь вот элемент коса будет. Так же мы делали в джемпере Мираж. Там именно оттуда вот я взяла этот элемент. И потом у меня останется ниточка шелковый блеск. И чисто из шелкового блеска, уже убрав вот эту кенгуру Ву, я свяжу рукава, которые будут пристегиваться. Как они будут пристегиваться, я вам потом покажу, если это еще получится. Все же рассказываю наперед, а потом вдруг что-то не получается и как бы уже и, как говорится, слово не воробей. Но во всяком случае вот такая задумка у меня есть. Значит, сделать элемент косы по линии рукава и сделать рукава, которые будут пристегиваться. Я хочу их связать, вот те, которые будут пристегиваться, просто вот в такой рубчик на круговых спицах. То есть это будет такой чулок, плотно облегающий руку, как у водолазки рукав. И вот там, вот в этих местах мы уже с вами рассматривали журнал МОЛД, последний, 628. Я вам там показывала на один трансформер, который мне понравился. Да, сейчас найду, покажу, еще раз напомню. Вот он, этот трансформер. Кстати, модель Риммы Чернышовой. Римма, забыла ответить на ваш комментарий. Я прочитала его, но потом что-то меня отвлекло, и я забыла. Сейчас вспомнила. Здесь, оказывается, есть еще и капюшон. И вот Римма писала, что его не пристегнули почему-то. Вот представляете, какая это прелесть. Вот здесь у нас жилет получается, а здесь пристегнутый рукав. Римма, я, кстати, у вас буду спрашивать, каким способом вы это делали. Он на замочке или на кнопках, или на чем там вот этот рукав. Если вы смотрите это видео, пожалуйста, напишите в комментарии. Очень буду вам признательна. Вот что-то подобное я хочу сделать и в своем платье мечта. И еще, я дико извиняюсь. Я когда делала обзор журнала МО, я пролистала, вот просто пролистала, потому что в руке была камера, а этой рукой я листала, и страницы, видимо, были склеены, и я пролистала прекрасную модель осень от Ларисы Песчановой. Ларисочка, я извиняюсь, это произошло ненамеренно. Когда я уже смонтировала видео, и когда оно уже загрузилось на YouTube, я, конечно же, ахнула потом, но лучше поздно, чем никогда. Вот такой джемпирог связала Лариса Песчанова. У Ларисы есть канал на YouTube, но канал, так скажем, Лариса не развивает. Лариса Ата-та. Ну, может быть, всему свое время, как говорится, мы же не знаем, какие причины. Но, кому интересно, зайдите на канал Лариса Песчанова, так и называется, и посмотрите некоторые видео от этого автора. Очень красивый джемпер. Посмотрите, какой ажур. Классно. Вот такая горловинка. В общем, так, немножко вернулись к журналу МОД 628. Так, ну, а я сейчас пойду сошью эти половинки и продемонстрирую вам это платье, как оно сидит на мне. И вы посмотрите, что даже вот элемент косы, можно даже обойтись и без этого элемента. Ну, ладно, поживем, увидим, встретимся, когда я сошью эти две половинки платья. Итак, дорогие друзья, сшила я боковые части. Решила вам показать и сказать о двух моментах, которые я упустила. Значит, вот такой вот шов получается мощным, потому что у меня здесь уплотненная кромочная с накидом. Кто со мной давно на канале, я о ней говорю. Я ее обожаю. И она, как нельзя лучше, здесь уместна, потому что у меня уже возникает сомнение, нужно ли вязать сюда вот этот элемент косу на пройму рукава. Я померила и меня просто очень все устраивает. Я к чему говорю? Я говорю об вот этой кромочной с накидом. Как ее вязать? Очень частый вопрос. У меня на канале есть плейлист, который называется «Фишки вязания». Вот там вы эту информацию и найдете, как вязать такую кромочную. Но она просто шикарная, эта кромочная. Итак, значит, вот это платье без рукавов, которое я назвала «Мечта», весит, внимание, 770 грамм. Из них 500 грамм – это кенгуру «Вулл». Оттенок я напишу в названии, в видео, под видео, короче. Но я уже о нем говорила, уже не пойду за этой информацией. И еще, значит, 770 грамм, 500 грамм кенгуру «Вулл». И получается 270 грамм – это шелковый блеск. Итак, что я еще вам не сказала. Полотно вяжется абсолютно одинаково. Одна и вторая полочка закрывается абсолютно прямо, это я сказала. Но спинку я связала буквально на сантиметрик длиннее. Ну, так скажем, сделала акцент на росток. Сейчас я вам это покажу. Вот если сложить все части прямо, в смысле, все части низа платья, и спинку, и перед вместе, то вверху получится вот так. То есть, чтобы ваш перед был немножко ниже. Никаких скосов плеча здесь нет. Я уже вам об этом говорила. Единственное, что спинка связана, ну вот вы видите, полтора сантиметра на полтора сантиметра длиннее. Затем я просто снизу начала все это дело сшивать, вот так вот, соединив, естественно, спинку и перед. И потом сшивала до нужной мне ширины проймы рукава. Я решила сделать ее, ну, практически по руке, не широкую. Здесь буквально 20 сантиметриков. Вы можете сделать широкую, если будете вязать вот именно не платье, вот платье без рукавов, так скажем. Сделать широкую. Есть вообще очень широкая, заниженная пройма. Носить под водолазки тоже очень красиво. Но мне захотелось вот прям по руке. Я сейчас пойду готовиться к видеосессии. И продемонстрирую вам во всех прелестях это платье. Кстати, очень хорошо подходит шарф-трансформер, который вы мне написали, называется, оказывается, это модель Шрак. Я даже не знала, что это так называется. Спасибо вам за просвещение, мои дорогие подписчики. Очень красиво смотрится. И еще я очень рада, что у меня не хватило ниток на рукав. Это платье будет универсальным. Когда холодно, одели шарф-рукава, или вот я еще свяжу дополнительные рукава сюда, которые будут пристегиваться. Это очень удобно одевать под зимнюю одежду, потому что у нас нет здесь рукава, и мы не будем выглядеть толстыми. Но, в общем, это удобно зимой. Одели водолазку, одели это платье и пошли гулять. В общем, я счастлива, что проект подходит к концу. Я даже не знаю, напишите мне по поводу кос. Я вот вам сейчас продемонстрирую. Я имею в виду по поводу кос вот здесь. Вот мне, вот сейчас я примерила, и мне кажется, что они вообще здесь лишние. Тем более, вот эта красивая кромочная, не требующая никакой обработки вот этого шва. Ну, не шва, а этой проймы. В общем, даже не знаю. Возможно, даже я и не буду вот эту косу сюда лепить. Этих двух кос по переду и спинке вполне достаточно, на мой взгляд. Вот единственное, свяжу дополнительные рукава вот с этим рубчиком. И моя мечта сбудется. Ну вот, по-моему, все сказала. Так солнечно у нас за окошком. Просто красота. Посмотрите, какое голубое-голубое небо. Просто шик. Погода шепчет. Но мне нужно закончить это платье. Мне нужно смонтировать видео для вас. Все, мои хорошие. Будут вопросы, пожалуйста, пишите. Пошла я готовиться к видеосессии. Я вас всех очень-очень люблю. Обнимаю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»